Они первые, кого видят приезжающие. Причем встреча гарантирована и не зависит от фида транспорта. На перроне или взлетной полосе людей встречают они. Есть в структуре МВД разные подразделения, но одно из них особенное и отличается от других. Это линейная полиция в зоне ее ответственности, жидовокзалы и аэропорты. Сотрудники этого управления круглые сутки дежурят на перронах и выявляют сотни различных правонарушений. Как проходят служебные будни линейных полицейских и с какими трудностями им приходится сталкиваться? Давайте выясним. Рабочий день линейного полицейского начинается с инструктажа. Весь личный состав, который заступает на службу, собирается в дежурной части, в которой в круглосуточном режиме принимают звонки и заявления о происшествиях. Проводится проверка обмундирования и служебных документов. Командир озвучивает оперативную сводку ориентировки на тех, кто в розыске. 17 мая 2023 года в 10.30 ушла из адреса город Козларда, улица Макашева, дом 54, берег Козы Улдана, 14 декабря 2005 года рождения. По данной ориентировке фотографии имеются. Попрошу наряд при заступлении на маршруты патрулирования обратить внимание на разыскиваемое лицо. Все преступления, совершаемые не только на вокзале, то, что даже происходит в городе, по республике, все ориентировки поступают к нам в дежурную часть. И да, действительно, наши сотрудники при несении службы выявляют лица, находящихся в розыске за тяжкие, особо тяжкие преступления средней тяжести. Направо! А местами все службы шагово! Марш! Железнодорожный вокзал столицы. Каждый день сюда прибывают десятки поездов. А это 15-20 тысяч пассажиров в сутки. В Астану съезжаются люди со всех уголков страны. Вокруг суета и толпы людей. В такой обстановке может произойти все, что угодно. Участок обслуживания линейного управления полиции на станции Астана составляет 1269 километров. В целом у нас структура линейного подразделения, линейное управление полиции на станции Астана состоит из 9 линейных отделений полиции. Они у нас дислоцируются на больших железнодорожных вокзалах. Полицейские в круглосуточном режиме патрулируют всю территорию железнодорожного вокзала. Зал ожидания, перрон, входы и выходы, привокзальную площадь. Проверяют и поезда. Задача сейчас проверить данный поезд на перевозку наркотических средств, незаконный перевозок наркотических средств. Сейчас данный поезд на стоянке будем полностью отрабатывать. Борьба с наркобизнесом и терроризмом – еще одна задача сотрудников линейной полиции. То, что не найдет полицейский, обнаружит собачий нос. Кинологическая служба – еще одно важное звено. Вместе с четвероногими помощниками кинологи в течение дня прочесывают каждый угол. В этом году у нас где-то около 17 проступок, мелкие проступки. Это гашиши, марихуаны. И три запрещенные вещества синтетики, нефидроны. Справиться со сложными задачами под силу не каждой собаки. Потому и породы выбирают соответствующие, чтобы задатки у щенка были уже с рождения. В основном на службу идут крупные, выносливые породы. Немецкие, бельгийские, среднеазиатские овчарки, черные терьеры. А сколько всего собак у линейной полиции этого вокзала? Около 8 собак. Ежедневно на дежурство на одной только станции Астаны заступают около 10 сотрудников линейной полиции. В ходе патрулирования приходится сталкиваться с разными правонарушениями. На участке отслуживания, именно в поездах, основные статьи, выявляемые статьи, это курение, распитие, выброс мусора, коммунальных отходов, беззаконных дверей, вагонов. Незаконные, беззаконные, беззаконные поезда, это срыв стоп-крана непосредственно. По статье 440, это распитие спиртонапитков. В основном у нас, по большей части, статистика, конечно, показывает, что это сотрудники, люди, которые есть вахтовым методом, вахтовики так называемые. В числе самых регулярных нарушений, которые регистрируют сотрудники линейной полиции, переход железнодорожных путей в неположенном месте. Люди таким образом подвергают опасности собственную жизнь. Вот здесь у нас есть навесной переход, чтобы люди переходили через только навесной. Большинство людей раньше переходили по железнодорожным путям. Железная дорога является зоной повышенной опасности. Также у нас есть служебный переход, но люди частенько путают его с простым переходом и переходят. Поэтому переходы только могут переходить сотрудники железной дороги, если у них есть специальная корочка. Рейды на этом участке проводятся постоянно, но нарушений меньше не становится. Людей, перебежавших ЖД пути, полицейские задерживают каждый день. В будущем переходите железнодорожные пути в неположенном месте, по базе смотрим у вас первый раз, в данный момент вам предупреждение, второй раз будет налагаться административный штраф в размере трех МРП, это 10 350 тенге. Но ловят на вокзале не только нарушители административного кодекса. Бывает, на поездах передвигаются беглые преступники. Когда я сопровождал пострельский поезд по маршрутному листу со станции Ерементот до станции Астана, мне поступил звонок от оперативного дежурного, что в нашем поезде, уже забыл в каком вагоне, так как это было давно, что едет подозреваемый в угоне машины. Мы, согласно, конечно, с напарником сразу отреагировали, задержали преступника и доставили на станцию Астана и передали в свойственную оперативную группу. Зачастую встречаются такие уголовные правонарушения, как кражи личного имущества. Элементарно на старом вокзале у нас с начала года было допущено порядка девяти краж чужого имущества, которые были, благодаря действиям нарядов патрульной полиции, были раскрыты в дежурную сутки по горячим следам. Распознать нарушителей и преступников помогает не только опыт, но и техника. На территории вокзала установлено более 200 камер видеонаблюдения. Незамеченным здесь никто не останется. У дежурного в комнате полиции имеются два монитора, где выведены камеры, расположенные на железнодорожном вокзале. На эти мониторы, согласно этих мониторов, он просматривает, управляет силами и средствами, которые у него заступили на вокзале, направляет наряды патрульной полиции. Где-то может пассажир оставить сумку, где-то может поезд прибыть, пассажир оставить сумку. На эти моменты наш сотрудник полиции реагирует. Астана большой город, пассажиров много. На вокзале постоянно ажиотаж. Скажите, как вы успеваете? Ну, Астана действительно большой город, да. Скопление пассажиров очень большое, людей очень много, приезжающих, убывающих. Ну, общими усилиями, вот, адресопровождение, кинологическая служба. Соответственно, есть также другие службы, которые это инспектор состав. Мы все вот на вокзале базируемся, мы на всех, на вокзалах, постоянно на поездах, на все поезда выходим, со всеми поездами ведем работу. Как-то стараемся успевать все. Да, где-то, конечно, бывают моменты, что, ну, мы стараемся везде успеть. Каждый инспектор, с которым нам удалось поговорить, рассказывает, что мечтал служить в полиции с детства. Правда, попасть на службу не так-то просто. Необходимо много лет учиться, сдать все необходимые экзамены и тесты. Да и первое время новичка ждет много испытаний. Каким должен быть линейный полицейский? Линейный полицейский прием на работу у нас, в принципе, производится лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие среднее образование, имеющие, прослужившие органы внутренних дел. И наши полицейские сейчас в настоящее время, после назначения, находясь на службе, также получают, кроме заработной платы, кроме этого, получают сейчас дополнительное занайм, жилье. То есть молодых сотрудников, которые прибывают в милиции, в принципе, уже сейчас обеспечены, можно сказать, жильем. Работа у сотрудников управления линейной полиции нелегкая. Требует она большой ответственности. Нужно быть постоянно в движении и не терять бдительность. Но, несмотря ни на что, сами полицейские говорят, что всегда верны клятве, которую когда-то давали. Служить верой и правдой. Всегда защищать народ. И не пожалели, что эту профессию выберет? Нет, не пожалел ни капли, конечно же, естественно, потому что это был осознанный выбор. Я изначально к этому шел, я всегда об этом мечтал, и как бы, моим сейчас был осознан. Редактор субтитров А.Семкин